Музыка Смой предоставляется Маленцову Степану Сергеевичу Российская Коммунистическая Рабочая Партия в составе КПСС Уважаемые товарищи Наша партия берет свое начало от тех сил Которые в 90-м году в КПСС боролись против Горбачева и Курса на рынок То есть на капитализм Поэтому мы по праву считаем себя продолжателями коммунистического начала КПСС Наш ЦК подготовил доклад 100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции и уроки для современных коммунистов Мы очень серьезно относимся к этому документу Мы обсуждали его на пленумах Центрального Комитета По качательной редакции он был принят съездом Поэтому мы расцениваем его как, по сути дела, вторую программу нашей партии Мне поручено коротко и интересно изложить основные положения этого доклада В докладе ЦК РКРП подробно рассматривается всемирно-историческое значение Великой Октябрьской Социалистической Революции в широком и русском смысле Очень важно, что социалистическая революция Это первая революция, теоретически предсказанная марксизмом Как закономерный и неизбежный переход от капиталистической общественно-экономической формации К коммунистической Для победы в социалистической революции требуется наличие такого субъективного фактора Как пролетарская партия, вооруженная передовой теорией И способная возглавить выступления революционного класса Владимир Ильич Ленин разработал теорию пролетарской партии Партии нового типа и создал партию большевиков При этом большевики смогли поднять рабочий класс и народ России на революцию Не за счет того, что объединились со всей и всякой оппозицией А прежде всего за счет того, что идейно и организационно разгромили оппортунизм меньшевизма В рядах рабочих социал-демократов Это главнейший урок для всех пролетарских партий Слеплю особо подчеркнуть Что большевики никогда не отказывались от перспективы мировой революции Разобран опыт и заслуги Коминтерна С момента создания которого коммунисты имели свой Идейно и организационно оформленный полис в рабочем движении Третий коммунистический интернационал вел большую теоретическую работу И в том числе предсказал фашизм и дал ему определение Напомню, фашизм у власти Это открытая террористическая диктатура Наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала Особая форма классового господства буржуазии Вопрос распуска Коминтерна требует отдельного рассмотрения Но ясно одно Главным результатом его деятельности явился разгром фашизма И создание мировой социалистической системы С мощнейшим организационным ядром Союзом советских социалистических республик и странами СССР Советский Союз внес решающий вклад в разгром германского фашизма Спас мировую цивилизацию Эта победа показала безусловные преимущества социализма над капитализмом В кратчайшие сроки, восстановив разрушенное хозяйство Наш советский народ Сумел решить ряд крупных задач социалистического развития В 50-е годы, сразу после войны Страна стала одной из самых образованных в мире С передовой наукой и культурой Поэтому первенство в освоении космоса было закономерным СССР оказал огромное влияние на весь ход мировой истории Это признают все, друзья, враги Социализм, его достижения заставили капиталистов идти на уступки В плане предоставления определенных социальных гарантий Для трудящихся в своих странах Особое внимание в докладе уделяется проработке вопроса Организации власти после победы в социалистической революции Это по большому счету гвоздь программы коммунистов Как организовать государственную власть самих трудящихся А не радующую лишь за трудящихся Мы настаиваем на организации власти по советскому принципу Устойчивость Советов и их адекватность для выполнения функций диктатуры пролетариата Обусловлена тем, что Советы опираются на объективную реальность Объединяющую людей труда Их организованность в процессе материального производства Советы, поэтому, являются самыми массовыми организациями трудящихся Роль Советов чрезвычайно важна Уже на этапе борьбы за власть Никакие парламенты, левоцентрические правительства народного доверия Советскую власть, то есть органы, для которых пролетариата Не преобразуются Советскую конституцию не примут И в социализм не поведут Путь к социализму лежит через Советы Экономической основой укрепления развития советской власти Является общественная собственность на средства производства Волномерно организованное непосредственно общественное производство и распределение Нацеленное на обеспечение полного благосостояния И свободного, всестороннего развития всех членов общества Это является целью социалистического производства Отказ от этой цели, курс на рынок, приводит к деградации и разрушению социализма. Теперь это не только научно предсказанный, но, увы, и опытным путем исторически проверенный факт. Очень часто приходится слышать, в том числе от левых теоретиков, различные мнения о том, каким был социализм в СССР. Возвывают самые разные определения, ранний социализм, государственный, разарменный, деформированный и прочее. Мы говорим, что социализм, или первая фаза коммунистической общественно-экономической формации, бывает таким, каким он вышел из капитализма, в зависимости от складывающихся конкретных исторических условий. При этом при социализме классная борьба не заканчивается, а приобретает новые формы, продолжается, как борьба пролетарской, коммунистической, созидательной тенденции, с мелкобуржуазной тенденцией. Обязательной характеристикой социализма является власть, осуществляющая диктатуру пролетариата. Совершались для советского руководства на партии ошибки при строительстве социализма. Безусловно, совершались. Когда люди идут впервые путем неизведанным, в условиях неимоверно трудных, при бешеном сопротивлении всего старого буржуазного мира, просто невозможно обойтись совсем без ошибок. Но мы отличаем ошибки борьбы от ренегатства и самодушства. Наши предшественники, коммунисты-большевики под руководством Ленина и Сталина, достойно прошли свой отрезок пути. Большевики были ортодоксальными марксистами-революционерами. Особое внимание в докладе мы уделили вопросу о необходимости и тактике использования возможностей буржуазного парламентаризма для развития классовой борьбы. Описан ленинский подход. Приведены примеры и весьма категорические слова Ильича. Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевать власть. Кто вверх? Тупоумие или лицемерие? Это замена классовой борьбы и революции, голосования при старом строе, при старой власти. Все решает борьба вне парламента. Отдельный раздел в докладе посвящен разбору причин поражения социализма в СССР. Ленин говорил, что никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок. Если очень, очень коротко отвечать на вопрос, а почему, о причинах поражения временного, как мы говорим, социализма в СССР, о причинах равнодушия большей части трудящихся к произошедшему в 1991 году контрреволюционному перевороту, то мы отвечаем так. Потому что власть перестала быть советской, коммунистическая партия коммунистической. В докладе подробно разобраны ошибки практических действий после сталинского руководства партии и страны, начиная с основной отказа в теории от главного марксизма, от диктатуры пролетариата. На 22-м сезоне КПСС была принята новая программа партии, которая исключила из своих основных положений необходимые диктатуры пролетариата. А 28-й сезон КПСС в Крабачевске подтвердил переход к рынку, то есть к капитализму. Важнейшим условием развития социализма является движение к нетоварному, непосредственно общественному характеру производства. Сегодня этот вопрос продолжает не только волновать, но и разделять коммунистическое движение, в том числе и в России. Мы в докладе даем ответ товарищам, рыночникам, в том числе заучим двигаться по китайскому пути, что придете вы все равно в капитализм. По сути дела, на примере Китая, мы видим на его воплощении мечты Крабачева движение в капитализм под красным флагом. Экономические успехи Китая, конечно, впечатляют, но они вовсе не обязательно означают успехов в строительстве социализма. Сегодня КНР по числу миллиардеров находится на втором месте в мире. И совсем, наверное, не случайно китайский капитал играет реакционную роль на мировой арене. Нам больно это говорить, но мы прогнозируем печальное повторение китайскими товарищами судьбы КПСС. Отдельно в докладе рассмотрен вопрос, нужно ли вообще стремиться к социализму, если даже предположить, что сносное существование людям может дать и капитализм. Мы, советские коммунисты, жившие и боровшиеся в советские времена, отвечая на вопрос, что было лучше при социализме, вспоминаем не только отсутствие безработицы, бесплатное обучение и образование, бесплатную медицину и доступное дешевое жилье. Мы также говорим, что лучше были отношения между людьми. Они были гораздо более честными, более чистыми, более справедливыми. Они были человеческими. За это стоит бороться. Сегодня во многих странах мира империалисты запрещают деятельность компартий, например, в Прибалтике и на Украине. Запрещают коммунистическую символику и допускают коммунистов к участию в выборах. Везде ведут с разной степенью оголтелости антикоммунистическую пропаганду. Но все же главным методом антикоммунизма стали не запреты, а вот в сторону выхолощивания коммунистического движения. РКРП утверждает, что сегодня оппортунизм и ревизионизм из естественных уконов в ком-движении превратились в управляемое оружие Божиазии. Наиболее известным примером такого перерождения является очищение так называемого еврокоммунизма, которое трансформировалось в евролевую партию. Общим объединяющим признаком таких ложных партий трудящихся является их выступление от имени трудящихся, якобы за интересы трудящихся, но при исключении самих трудящихся из борьбы. Наконец, в докладе прямо поставлен вопрос, что такое партия нового типа, и есть ли такие партии в мире. По нашему мнению, в мировом коммунистическом движении необходимо возвращаться к ленинским критериям построения партии, которые способны повести за собой трудящихся социализмом. Первое. Это признание в теории и работа на практике на восстановление диктатуры пролетариата. Второе. Это начало воплощения первого критерия в честь организации партии как авангарда рабочего класса, организующего борьбу самого класса, ведущего по пути завоевания власти. Такая партия использует все формы и методы борьбы, известные в теории и практике рабочего движения, в том числе парламент. Но использует их для развития самой широкой классовой борьбы, втягивает в эту борьбу самых передовых рабочих. А не перекладывает заботу о благе трудящихся на профессиональных политиках. Вспоминая знаменитое высказание Владимира Ильича Ленина «Пробуждение человека в коняге», «Пробуждение, которое имеет такое гигантское всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы», можно сказать, что партия ленинского типа продолжает бороться за это пробуждение. Другие партии пошли по пути борьбы только за увеличение нормы выдачи овса коняги. Мы сегодня испытываем сильнейшее давление реакции, но надо сохранять выдержку и бороться, чтобы донести искру революционного знания в нужный час. Ленин говорил, будет революция или не будет, зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем, и оно не пропадет никогда. Немецкие товарищи рассказывают, что на одном из памятников Марксу Энгельсу рабочие написали, «Ничего, в следующий раз получится лучше». Мы тоже в этом уверены. Не дрогнем на избранном пути. Да здравствует маркшизм и анинизм. Да здравствует социалистическая революция. Реф-Рок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ